Люди, которые не присутствуют, они смогут потом посмотреть. Так, ну что, давайте, наверное, вспомним, о чем мы говорили в прошлые разы. Да, у нас уже две лекции по теории меры было, и мы делали такое введение. То есть мы даже с вами не дошли до меры, но вот сегодня как раз мы до нее дойдем и будем уже говорить про меру. Ну вот давайте вспомним, с чего мы начинали. Мы с вами ввели два понятия, два типа систем множеств. Это кольцо и полукольцо. Может кто-нибудь сказать, что такое кольцо? Кольцо множеств. Что такое кольцо? Система множеств, которые математическая разность и пересечения лежат в кольце. Так, значит, для любых двух множеств А и Б из кольца выполнено следующее. Их симметрическая разность лежит в кольце, да? Да. И что еще? Пересечения. Да, вот по определению именно так. Мы определяли кольцо как система множеств замкнута относительно вот этих двух операций. И дальше мы доказали, что отсюда будет следовать, что и просто разность лежит в кольце, и что объединение тоже лежит в кольце. И получается, что кольцо замкнуто относительно, ну вот, да, всех операций с парой множеств. Так, хорошо. Что такое полукольцо? Давайте сигма. Это такая система множеств, для которой что? Для любых двух множеств А и Б из полукольца выполняется что? Ну, тоже пересечения лежит. Так, пересечения. Угу. Так, сигма. Сигма. Так, еще одно условие. Разность А и Б можно представить в виде обетенения дизюнкного элементов из кольца. Да, то есть тогда это не любая А и Б, да, а если Б содержится в А, то тогда найдутся такие, ну, какие-нибудь А и Т из полукольца. Такие, что разность А минус Б представима в виде дизюнкного объединения множества А и Т, их конечное число от 1 до n. Да, ну, или вот это равенство я могу записать так. Так, это множество А представима в виде объединения множества Б с объединением аитых. Да, то есть мы всегда можем дополнить множество Б элементами полукольца до множества А. Ну, и вот здесь хороший пример полукольца и кольца множеств. Вот такой полукольцом множеств является множество прямоугольников на плоскости со сторонами параллельными координатным осям. Да, почему это так? Потому что пересечение двух прямоугольников опять дает прямоугольник. Да, с объединением это уже неверно, и с симметрической разностью неверно, поэтому кольцом не является. Но, если у нас один прямоугольник входит в другой, то тогда мы можем, да, вот маленький прямоугольник дополнить конечным числом непересекающихся прямоугольников до вот большого прямоугольника. Да, ребят, это понятно? Да, вот множество прямоугольников на плоскости образуют полукольцо. Ну, а какой пример кольца здесь можно привести? Вот множество прямоугольников не является кольцом, потому что проблема с симметрической разностью, ну, или с объединением, объединение двух прямоугольников не является прямоугольником. Булиан какого-нибудь множества? Булиан – это что такое? Множество всех подмножеств. Множество всех подмножеств. Да, конечно. Ну, а вот развить тему с прямоугольниками очень хочется. Вот когда мы вводили меру Жордана, мы, да, это было еще осенью, мы с вами вводили понятие клеточного множества, да, или элементарного множества. Это множество, являющееся объединением конечного числа прямоугольников. Да, помните, было такое? Да. Вот. Можете развить мысль? Если мы возьмем два клеточных множества, их пересечения тоже будет клеточным множеством, правильно? Да. Так, а их симметрическая разность тоже будет клеточным множеством. Да? Ну, можно думать не про симметрическую разность, можно думать про объединение, да, немножко проще. Но объединение двухклеточных множеств – это тоже клеточное множество. Ну да. И тогда получается, что множество клеточных множеств является кольцом. Так, все согласны? Да. То есть система множеств представимых в виде конечных объединений прямоугольников является кольцом. Да, вот мы сейчас это проговорили. Да, ну а просто множество прямоугольников является полукольцом. Так, значит… Значит, а потому что множество прямоугольников как бы не конечное? Ну, оно бесконечное, конечно. А, поэтому оно не является кольцом? Нет, оно не является кольцом, потому что симметрическая разность двух прямоугольников… Да, вот я возьму такой прямоугольник, такой прямоугольник. Да, вот их симметрическая разность – это множество… Да, вот я его заштриховываю. А, все, все, я понял. Да, вот это заштрихованное множество, оно не прямоугольник. Но оно представимо в виде объединения, да, конечного числа прямоугольников. Поэтому это полукольцо. Ну, а если мы рассмотрим множество клеточные, да, то есть множество представимые в виде объединения конечного числа прямоугольников, то вот перед нами, да, вот на этой картинке, ну, все множества, какие здесь можно, да, вот выделить, они все клеточные. Да, что объединение, что пересечение, что там какие-то симметрические разности – вот это все клеточные множества. Из-за, как бы, рамки клеточных множеств мы не выйдем, если будем делать операции только с клеточными множествами. Да, вот это и есть кольцо. А полукольцо означает, что мы можем, да, вот разность двух, да, прямоугольников, где один содержится в другом. Да, вот эту разность мы можем разбить на конечное объединение прямоугольников. Ну, вот, допустим, у меня получилось раз, два, три, четыре штуки. Да, и это всегда можно сделать, там, конечно, бесконечным числом способов, но это не важно, да, важно, что вот найдутся такие прямоугольнички, не пересекающиеся, да, чтобы дизюнкное объединение было. Я напоминаю, дизюнкное объединение – это объединение непересекающихся множеств, да, то есть вот в этой записи содержатся условия того, что все аиты и попарно не пересекаются. Так, ну и еще у нас было понятие минимального кольца. Минимальное кольцо. Минимальное кольцо над какой-то системой множеств. Над системой множеств сигма. Значит, это что такое? Да, мы обозначали это вот так, R от сигма. При этом сигма не обязательно полукольцо, это может быть любой набор множеств. Значит, что такое минимальное кольцо? Ну, во-первых, это кольцо. Да, то есть это система замкнутая относительно вот этих, ну, либо этих двух, либо можно думать, что всех четырех операций. Во-вторых, сама система сигма содержится в этом кольце. Так, так. Ну, и в-третьих, вот то, что оно минимальное, это означает, что оно будет содержаться в любом другом кольце. Содержится в любом кольце, содержащем сигма. Итак, смотрите, еще раз. Что такое минимальное кольцо над данным набором множеств? Во-первых, это кольцо. Во-вторых, оно содержит все данные множества. Ну, и в-третьих, оно самое маленькое. То есть никакое кольцо меньше, чем оно, содержащее систему сигма, уже не придумать. Да, вот его нет, оно самое маленькое. Ну, и вот смотрите, да, мы в прошлый раз доказывали теорему о минимальном кольце. Значит, теорема какая была? О том, что минимальное кольцо можно построить следующим образом. Каким? Кто помнит? Как дизъюнктное объединение элементов полукольца? Как дизъюнктное объединение для полукольца, да? Дизъюнктное объединение аитых всевозможного конечного количества элементов полукольца сигма. Да, то есть над полукольцом построить минимальное кольцо можно вот таким образом. Нужно брать всевозможные непересекающиеся элементы полукольца и их объединять в конечном количестве. И тогда набор всевозможных вот таких объединений даст нам, во-первых, кольцо, то есть это будет набор замкнутый относительно объединений, пересечений и так далее. Во-вторых, оно будет содержать сигма, ну потому что беря по одному множеству, да, мы получим вот здесь все элементы сигма. Ну и в-третьих, оно будет минимальным, то есть меньше мы уже не можем взять. Почему? Потому что, ну от противного легко доказать. Если вдруг есть какое-то другое кольцо, которое меньше, мы возьмем их пересечение и получим кольцо еще меньше. Да, так что минимальность здесь показывается легко. Ну и вот, если теперь посмотреть на эту теорему, вот для наших примеров полукольца и кольца для прямоугольников, да, если мы возьмем множество прямоугольников на плоскости, да, то что такое минимальное кольцо над этим множеством? Мы возьмем всевозможные дизюнтные объединения прямоугольников, и что мы тогда получим? Клеточное множество? Клеточное множество, совершенно верно. То есть вот, да, тот пример кольца множеств, клеточное множество, это как раз есть минимальное кольцо над полукольцом прямоугольников. Для нас это будет важно, потому что мы хотим дальше строить меру. Да, и вот как строится мера? Вначале строится мера на самом простом наборе множеств, это полукольцо. То есть на полукольце множеств мера обычно строится, ну, как-то очень просто. Ну, например, на плоскости, да, для прямоугольника мера прямоугольника – это площадь. Да, то есть здесь вот все просто, мы так ее определяем. Дальше с этого полукольца мы продолжаем меру на минимальное кольцо. Почему это тоже делается несложно? Потому что любой элемент минимального кольца представим в виде дизюнтного объединения, и мы говорим, что мера дизюнтного объединения тоже понятно, как определяется, если мы знаем меру, ну, вот, каждой составляющей. Да, это просто будет сумма мер. И тогда с полукольца на минимальное кольцо мера продолжается легко. Ну, а дальше уже следующий шаг – это, если у нас задана мера на кольце, как ее продолжить на еще какой-то более широкий класс множеств? Да, здесь уже, ну, вот, есть аналогия с мерой Жордана, когда мы с клеточных множеств продолжали на уже не клеточные. Да, здесь мы тоже нечто похожее будем делать. Ребят, вопросы? Нам осталось, да, вот, во введении еще одно определение дать. Это определение Боррелевского множества. И тогда уже мы сможем перейти к мере. Итак, маленький заголовок – Боррелевские множества. Боррелевские множества. Я определю их на прямой. Вот таким образом. Итак, определение. Пусть сигма – это множество всех отрезков на прямой. Это множество вот такого вида. отрезков от А до В. Тогда минимальная сигма-алгебра, обозначим ее В от сигма, что-то это минимальная сигма-алгебра. Сейчас вспомним, что это такое. Называется Боррелевской сигма-алгеброй. Ну, а любое множество, значит, там множество, любое множество А, принадлежащее Боррелевской сигма-алгебре, называется Боррелевским множеством. Итак, мы берем множество всех отрезков на прямой и строим минимальную сигма-алгебру над этим множеством. Что вообще такое алгебра? Кто мне скажет? Это практически кольцо с единицей. Да. Алгебра – это кольцо с единицей. То есть это кольцо, в котором есть некоторое множество, которое мы называем единицей. То есть это множество, для которого пересечение с любым другим множеством дает вот это другое множество. То есть это множество, содержащее в себе все другие множества. То есть, если мы, допустим, ограничимся не всей прямой, а каким-то отрезком, допустим, от нуля до единицы, то тогда весь этот отрезок от нуля до единицы у нас будет единицей всех остальных множеств. И тогда вот кольцо превращается в алгебру. Ну а что такое минимальная алгебра? Ну это, соответственно, минимальное кольцо с единицей. Да, здесь все понятно. Что такое сигма-алгебра? Вот мы в прошлый раз с вами говорили. Это алгебра, которая замкнута относительно счетного объединения. Да. Мы говорили про сигма-кольца. Ну, соответственно, сигма-алгебра – это сигма-кольцо с единицей. А сигма-кольцо – это кольцо, замкнутое не просто относительно объединений, а относительно счетного числа объединений. Да, вот у нас приставка сигма, она означает счетное. Ну, счетная алгебра не говорят, да, говорят сигма-алгебра. Ну, это вот как бы счетно-оддитивная алгебра. Да, то есть здесь она замкнута относительно счетного объединения множеств. Так, ну вот что тогда получается? Получается, что боррелевское множество – это множество, состоящее… Сейчас плохо говорить. Состоящее. Это множество, являющееся объединением счетного числа отрезков. Да, то есть множество А представимы в виде счетного объединения. При этом объединения мы можем брать дизюнктные. Да, вот по теореме О. Значит, это счетное-дизюнктные объединения. Можно так вот отрезков. Ну, и здесь нужно сказать, что не всегда берется такое определение. А в этом определении, значит, в определении можно вместо отрезков брать интервалы. То есть я могу изначально брать не замкнутые отрезки, а открытые интервалы. Что тогда интересного? Мы также можем построить минимальную сигма-алгебру на множестве интервалов. То есть брать всевозможные объединения интервалов. У меня к вам вопрос. Мы получим другую систему множества? То есть боррелевские множества, построенные на интервалах? Это будут другие множества? ЧПМ на отрезках. Предполагается, что на самом деле нет. Это будет то же самое. Почему? Почему то же самое? Возможно, связанное с тем, что, например, если взять интервал, то интервал какой-нибудь, да, соответственно, произвольный, можно представить, значит, как... А! Счетное объединение отрезков. Счетное объединение отрезков может давать открытый интервал. И, видимо, кстати говоря, в обратную сторону счетное пересечивание интервалов может дать какой-нибудь отрезок? Да, совершенно верно. Ну, да, то есть если заменить отрезок интервалом, то, да, вот сама боррелевская сигма-алгебра, она останется той же самой. То есть набор множеств будет тот же. И Костя совершенно правильно сказал, это связано с тем, что мы всегда можем интервал представить как счетное объединение, ну, я сейчас возьму пересекающиеся отрезков. Можете предложить какие-нибудь отрезки? Какой-нибудь, не знаю... А плюс один делить на что-то там и В минус один делить на что-то там. Ну, допустим, на одно. Ну, да. Это работает вообще, кстати говоря? Ну, вроде звук пропал, да? Вот. Так, меня слышно? Да, сейчас слышно. Так, значит, N, ну, допустим, от единицы, да? Так, вот смотрите, у нас есть последовательность. Так, какие они получаются? Расширяющиеся, да, интервалы, у которых, да, вот левая граница стремится к А, правая граница стремится к Б. То есть мы можем, да, левым концом сколь угодно близко подойти к точке А, но никогда ее не достигнем, да? Поэтому здесь вот, да, у нас граница нестрогая. И то же самое с точкой Б. Тогда вот это равенство верно. Да, за счет того, что мы строим стигма, алгебру, да, у нас вот счетное объединение тоже будет принадлежать нашей системе множеству. Поэтому счетное объединение отрезков будет принадлежать нашей системе множеству. То есть ей будут принадлежать открытые промежутки. Ну и наоборот, да, в обратную сторону мы тоже можем показать. Сюда поставить отрезок, а здесь написать пересечение открытых интервалов. Так, ребят, это понятно? Значит, нам, ну, да, зачем нам вот это определение? Если мы работаем на прямой, то нас в основном, какие множества интересуют? Нас интересуют промежутки, да, вот замкнутые, открытые, ну и, да, всевозможные комбинации, то есть там полуоткрытые. Да, понятно, что для них тоже, да, вот это выполняется. И нас интересуют их всевозможные объединения, в том числе счетные. Да, то есть вот это как бы основные множества, с которыми мы дальше работаем. Понятно, что можно построить не Боррелевское множество, то есть можно построить на прямой множество, которое непредставимо вот в таком виде, которое непредставимо в виде счетного объединения отрезков или интервалов. Я не буду приводить пример, но надо понимать, что такие множества есть, да, то есть это какая-то экзотика. Ну, а нас в основном интересуют Боррелевские множества. Так, ну что, поехали, поехали дальше. Так, нумерации у меня никакой нету, но заголовок следующий такой. Мера на полукольце множеств. Вот, наконец, мы с вами можем начать определять меру. Евгения Станиславовна. Да. А вы впоследствии выложите потом, да, лекцию номер 10? Да, да, я выложу, я... Она у меня была готова, потом я стала перечитывать, увидела там какие-то косяки, вот, и решила пока не выкладывать. Ну, давайте так, я за сегодня, да, приведу в порядок и выложу. Как раз вот сегодняшняя лекция. Она будет. У меня вопрос, может быть, лучше выкладывать вот файл, в котором все лекции собраны? Ну, допустим, начиная с меры. Нет? Или отдельными лучше? Если бы я посмотрел, наверное, отдельно лучше, чтобы не было такого... Чтобы не было... Сенсации переполнения информации. Такой якобы сенсации переполнения информации. Так, куда-то пропал человек. А вот... Ну, ладно, тогда пока будем так же выкладывать. Он не пропал. Потом, может быть, да, ближе к экзамену я просто объединю все и выложу два больших файла. Так, ну вот, да, значит, у нас основная идея какая? Мы определяем вначале меру на полукольце можеств. Да, и в качестве аналогии можно вот думать про систему прямоугольников на плоскости. Итак, ну, вначале давайте скажем, что же такое мера. Пусть у нас... Пусть у нас сигма. Большое сигма. Это полукольцо. Множество. Тогда функция множества. Функция множества. Да, то есть это... Правило, по которому каждому множеству из полукольца остается в соответствии некоторое число. Назовем эту функцию μ. Называется мерой... на сигма, если выполнены следующие два требования. Во-первых, для любого множества А мера этого множества неотрицательна. Да, то есть это неотрицательная функция. И, во-вторых, она аддитивна. То есть... Даже давайте вот так здесь в скобках напишем «конечно аддитивна». Так, наверное, через тире... Не знаю, через дефис. То есть, что это значит? Это значит, что если множество А представимо в виде дизюнктного объединения конечного числа множеств из полукольца, то есть все... Само А и АИТЫ лежат в сигма, то тогда мера множества А равна сумме мер всех его составляющих. Итак, функцию множества мю мы будем называть мерой, если, во-первых, она неотрицательна, и, во-вторых, она конечно аддитивна. То есть для любого конечного разложения на непересекающееся множество меры складываются, условно говоря, так. Да, я пишу конечное аддитивно, ну, потому что, да, вот здесь конечная сумма, да, здесь конечное объединение. Дальше у нас еще будет счетная аддитивность, да, но это как бы отдельная история. Так. Ну, на самом деле, вот это определение, оно верно и для, ну, для любой системы множеств. То есть не обязательно мы берем полукольцо, то есть вообще мерой на некоторой системе множеств называется функция, для которой вот эти два условия выполнены. Дальше часто второе условие заменяют на счетную аддитивность. То есть, ну, когда это становится важным, да, про это, ну, вот здесь подразумевает счетную аддитивность. Но сейчас, пока мы на полукольце, да, мы ограничиваемся конечной аддитивностью. Да, определение такое. Так, давайте замечание, скажем. Вот, давайте рассмотрим пустое множество. Пустое множество. Мы знаем, что пустое множество всегда принадлежит полукольцу. Это было в определении полукольца. Обязательно. вот это выполнено. Ну, и давайте заметим, что мы пустое множество всегда можем представить в виде дизюнктного объединения двух пустых множеств. Ну, можно двух, можно тут взять их побольше. Согласны с этим? Надо, конечно, с пустыми множествами очень аккуратно рассуждать. Ну, вот, да, вот такое равенство, оно, его надо считать верным. Что чудо следует? Зачем я это пишу? Потому что мера пустого множества ноль. Мера пустого множества это мера пустого множества плюс мера пустого ноль. хорошего нам это дает. Ни че с вами нас слышно? Алло? Екатерина Саниславовна, кажется, вы костю не слышите. Он сейчас говорит. Что у нас есть? У нас есть вот такое разложение, да? Мне кажется, нас не слышат. Если у нас определена какая-то мера, то для нее будет вот это свойство выполнено. Да, то есть мера пустого множества должна равняться сумме мер его составляющих. А я вас не слышу. У меня тишина. Да, я вас не слышу. Так, а почему? Проверка. Так, а вы меня слышите? Так. Да, я вижу ваше сообщение, но я никого не слышу. А сейчас слышите? Так, сейчас я попробую отключиться, подключиться. пи-пи-пу-пу. Теперь я вас слышу. Да, всем здравствуйте. Так, да, видимо, вы что-то умное говорили. Мера пустого множества это мера пустого множества плюс мера пустого множества. Да. Ура. Так, ну, то есть вот здесь мы удваиваем, да, это сумма двух одинаковых чисел, да, то есть вот, вот так получается, да. Ну, и получаем что? Один равен двум. Нет. смешно, смешно, но неверно. Ладно, ноль. Да, то есть вот отсюда следует, что мера пустого множества равна нулю, то есть мы можем это не постулировать, да, изначально, а мы это получаем как следствие. Да, то есть вот это уже является следствием определения. мера пустого множества это ноль. Так, ну вот, что-нибудь еще говорили умное, пока я не слышала? Ладно. Ну, давайте посмотрим примеры. Вот нам сейчас будет интересно посмотреть примеры того, как можно определить меру на полукольце. Так, ну давайте. Так, что-то у меня странное творится. Первый пример, наверное, самое простое, что можно придумать. Если мы возьмем полукольцо промежутков, значит, сигма это полукольцо промежутков, помните, мы вот так писали угловые скобки, это промежуток, у которого неважно, границы входят или не входят, то есть сюда подходят и отрезки, и интервалы, и полуинтервалы, да, то есть вот всевозможные такие промежутки. Знаете ли вы какой-нибудь способ определить меру такого промежутка? б-минусанка нет, что ли? Ну, предложите что-нибудь, а плюс б-н. меня слышно? А, э, алло, меня слышно? Нельзя? Опять не слышно. Нельзя? Так, а я опять никого не слышу? Я, похоже, опять никого не слышу. Угу. Угу. Так, да, а теперь скажите что-нибудь еще. Алло. Алло, прекрасно. Так, ну, я не знаю, это, конечно, плохо, что такое происходит. Да, ну, вот это понятно, да, то есть это вот длина отрезка, да, все с этим знакомы. Так, ну, вот какие-нибудь интересные примеры. Опять же, на прямой так называемая мера с плотностью. Давайте возьмем функцию f от x, которая неотрицательна и интегрируема на любом отрезке. и интегрируема. И определим меру опять же промежутка от a до b как интеграл по промежутку a b от этой функции. Ну, здесь, конечно, надо понять, почему вот так, таким образом заданная функция является мерой. Раз у нас функция f от x неотрицательна, то интеграл будет неотрицательный, да, то есть первое свойство выполнено. И аддитивность тоже выполняется, да, если у нас будет объединение непересекающихся промежутков, то интеграл по такому множеству, да, равен просто сумме интегралов. То есть это следует из интеграла Риммана. Согласны? Да. Прекрасно. Не сталкивались ли вы где-то с такой мерой? Какие у вас ассоциации возникают? Очень так умные. Ага. На что похоже? Да. Лежандра? Че? Так, Костя, не ругайтесь, пожалуйста. Ну, я могу вот такой пример привести. Если в качестве функции f от x взять линейную плотность отрезка. Да, ну, линейную плотность в том смысле, что это масса на единицу длины. Да, то есть вот физическую, да, линейную плотность. Это тогда, интегрируя плотность, что мы получим? Массу. Массу. Да, мы получим массу. То есть вот мы можем определить меру отрезка как массу этого отрезка, ну вот, да, с учетом вот такой плотности. вполне себе такая мера, да, физическая, то есть, ну, она используется и, да, здесь все хорошо. Но, мне кажется, у вас не такие аналогии возникали. Может быть, у вас с вероятностью были аналогии? Да, да, да. С плотностью наоборот. Если f от x это плотность вероятности, да, или плотность распределения, она, конечно, не отрицательна, то что тогда вот эта мера промежутка? Какой у нее смысл? Эмулятивная функция распределения какая-нибудь. Так, хорошо, а попроще? Если мы интегрируем плотность по отрезку? Вероятность, что попадет в этот отрезок? да, это вероятность попадания случайной величины в этот отрезок. Совершенно верно. То есть, вот, да. Так что, да, здесь, возможно, вот разные как бы смыслы у этой меры в зависимости от того, что мы понимаем вот под этой плотностью f от x. Так, еще один пример. Мера Лебега-Стилтьеса. Не знаю, может, вам на вероятности что-нибудь рассказывали про это? Такое слово присутствовало. Да, такие слова Ирина Сан должна была говорить. Значит, как она определяется? Тоже напрямой. Мы рассмотрим функцию f от x. Значит, она должна быть неубывающей. Неубывающая. и непрерывная слева. Непрерывная слева в каждой точке. Да, что значит непрерывная слева? Значит, предел в любой точке слева, левосторонний предел, вот так обозначаем, равен значению. То есть, предел справа может быть другим, а предел слева обязательно совпадает со значением на всей вещественной оси. тогда определим меру промежутков вот таким образом. Мера интервала это есть разность f от b и f от a справа. Мера отрезка это есть f от b справа минус f от a. Я могла бы написать от a слева, но значение предела слева равно значению функции в точке a. Так, ну и еще два случая. Вот такой промежуток. Если точка a входит то это f от b минус f от a. Ну а если наоборот так, то тогда у нас в точке b берем значение справа и в точке a значение справа. Так, скажите что-нибудь пожалуйста. А вот. Прекрасно. Да, ну вот смотрите, если у нас есть вот такая функция f большая, она называется производящей функцией. Может быть тоже слышали. Значит, вот f от x это производящая функция для меры. То тогда, зная ее, мы можем определить меру любого промежутка, но здесь важно границы, включаем мы или не включаем. Ну и тогда вот таким образом определенная функция mu, она является мерой. Да, здесь ну, это, конечно, надо отдельно показывать, я не буду это делать, но да, здесь вот аддитивность надо проверять, она, конечно, выполнена. Ну и вот в теории вероятности, да, у вас функция в большое это функция распределения, да, случайной величины, как раз она не убывающая, она непрерывная слева, да, таким образом определяют. Ну и тогда опять же мера это тоже вероятность попадания в, да, вот в этот промежуток, но в чем здесь разница? Здесь у вас случайная величина может не быть абсолютно непрерывной, то есть у вас вот эта функция в большое, она может иметь разрывы, да, скачки. И тогда, ну если она просто кусочная постоянная, то у вас получается дискретная случайная величина. Да, согласны? И тогда просто вот эти меры это получится сумма вот просто точек, которые попадают в каждый интервал, то есть их там будет конечное число. То есть вот эта производящая функция, она описывает и дискретные случайные величины, и абсолютно непрерывные, и их комбинации. Да, то есть вот этот, да, поэтому и удобно такую меру вводить, что мы можем не отличать дискретный непрерывный случай. Так, понятно что-нибудь? Ну и давайте еще рассмотрим дискретную меру. Дискретная мера. Да. давайте возьмем множество х большое. Это просто какое-то конечное множество, но можно счетное брать. Я напишу конечное множество из n элементов и зададим меру одного элемента. Пусть мера одного элемента это некоторое число P и T. Да, должны у вас возникнуть аналогии с вероятностью. Причем все P и T должны быть неотрицательны. И сумма всех P и T должна равняться единице. Тогда мера любого подмножества множества х определяется как сумма мер его элементов. То есть мы можем задать меру на бульяне этого множества, то есть на множестве всех подмножеств, как сумму мер элементов входящих в множество. Ну и понятно, что здесь аналогия с теорией вероятности, то есть это дискретная случайная величина с таким пространством значений. Ну и P и T это вероятность каждого значения. С такой моделью вы много работали в теории вероятности. Так, ну вот смотрите, у нас все примеры были одномерные, ну здесь да, вот это как бы отдельный пример, дискретные меры, то есть здесь сами вот эти величины, мы не говорим про их природу, x1, x2, xn, это может быть ну что угодно, нам не важно какая природа, мы можем определить меру каждого из них, и потом мы их можем объединять в какие-то группы. Да, вот первые три примера, это были примеры меры на прямой, длина отрезка или интеграл от плотности или разность производящей функции. Конечно, можно другие примеры строить, но нам нужно двигаться дальше. Так, нет вопросов, все нормально. Тогда следующий пункт это продолжение меры на минимальное кольцо. продолжение меры с полукольца на ну, давайте тогда с полукольца на минимальное кольцо. Итак, продолжение меры с полукольца на минимальное кольцо. Вот если проводить аналогию с примерами полуколец и колец, вот мы сейчас определили меру на полукольце, то есть, ну, допустим, на множестве прямоугольников на плоскости или на множестве отрезков на прямой, то есть, мы умеем считать меру отрезка или меру прямоугольника, и вот дальше мы хотим эту меру применять к более широкому классу множеств, то есть, к множествам из минимального кольца, то есть, к всевозможным объединениям не пересекающихся элементов полукольца, то есть, к объединению прямоугольников или к объединению отрезков. Итак, как это делается? Ну, во-первых, давайте скажем, что такое продолжение меры. Итак, определение. Мера мю-штрих называется продолжением меры мю с системы сигма на систему сигма-штрих, если ну, во-первых, сигма входит в сигма-штрих, то есть, мы с системой множеств сигма продолжаем на более широкий класс множеств. и во-вторых, для любого множества а из сигма меры равны. Итак, продолжение меры называется такая мера, которая повторяет данную меру на тех же самых множествах, но при этом она определена на более широком классе множеств. То есть, здесь все просто, продолжение, значит, она не портит то, что есть и добавляет, возможно, добавляет что-то еще, но понятно, что не добавлять смысла нет. То есть, сигма-штрих должна быть шире, чем сигма. Так, ну и давайте сразу теорема. для любой меры мю, заданной на полукольце сигма, существует и при том единственное ее продолжение мю-штрих на минимальное кольцо над сигма. Существует и при том единственное продолжение. Назовем его мю-штрих на минимальное кольцо r от сигма. Это минимальное кольцо. То есть, с полукольца на минимальное кольцо мы можем продолжить меру, можем продолжить и единственным образом. То есть, если вы задали меру на прямоугольниках, то на все клеточные множества вы, во-первых, можете продолжить, а во-вторых, только единственным образом. Так, ну что, давайте доказывать. Скажите что-нибудь, я никого не слышу. Так, вы что-то говорите, я вас не слышу. Сейчас. А сейчас? Алло. Теперь слышу. Да, как-то это неожиданно происходит. Так, ну что, давайте доказывать. Ну, давайте возьмем произвольное множество А из минимального кольца. Как мы определяли минимальное кольцо? Кто помнит? Множество всевозможных объединений соответствующих элементов в полках. Алло. О, нет. так, никто ничего не говорит или я никого не слышу? Да, я никого не слышу. Сейчас попробуем еще раз. В книге записываешь? Да. Так, а теперь скажите что-нибудь. Да, да, да. Алло. Да, слушайте, а когда вы говорите, вы друг друга слышите? Да. Да, мы слышим. Я, да. То есть, это только я вас не слышу. Что ж такое? Так, может, у меня что-то... Ну, у тебя переподключались и становится лучше. Почему так? такое с Дискордом бывает, у меня тоже было как-то раз. Я просто включил и выключил устройство. Ага. И пропало. А, то есть, может, не стоит так делать, да? Так, ну, ладно, давайте как-то. Вы мне тогда сигнальте, если я не реагирую. Так, ну, вот, сейчас кто-нибудь скажет? Давайте. Ну, собственно говоря, множество всевозможных объединений элементов в полукольце. То есть, множество А я могу представить вот так, да? Всевозможных дизюнтных объединений каких-то БИТах до конечного числа, где БИТы это элементы откуда? Из-за сигмы. Да, из полукольца. Так, ну, что тогда? Тогда мы хотим для множества А задать меру. Да, и эта мера будет как раз продолжением меры МЮ. Что мы знаем? Мы для каждого БИТова у нас мера задана. Да, и дальше по определению меры она должна быть аддитивной. То есть, вот для этого объединения мера должна равняться сумме. да, давайте тогда определим МЮ-штрих, то есть, меру множества А как сумму мер МЮ-штрих, множество БИТЫ. БИТЫ у нас из полукольца, на них мера МЮ задана. То есть, вот этот объект уже известный, а вот этот объект мы определяем вот таким образом. почему мы можем так сделать? Потому что все требования к мере они здесь выполняются, она неотрицательна, потому что МЮ-БИТЫ неотрицательны, и она аддитивна. То есть, вот как раз мы эту аддитивность прописали. Но остается здесь один вопрос. Можете как-то обозначить, какой? Почему НЮ-штрих единственная? Почему она единственная? Да, это хороший вопрос. Но давайте, да, прежде чем на него ответить, мы еще один вопрос сформулируем, и на него ответим. Когда он равен нулю? Когда он равен нулю? Ну, а почему это важно? Зачем нам здесь задумываться, когда будет ноль? Ну, это же одно из требований функции меры. Ну, там требование больше либо равна нуля. То есть, равенство нулю нам не важно. Да, больше либо равна нуля, она понятна почему, да, потому что все вот эти меры, они больше либо равны нуля по определению меры, ну и мы их складываем. Так что здесь как раз с неотрицательностью проблем нет. Здесь вопрос такой, вот это разложение, оно может быть не единственным. Да, разложение множества А на вот элементы из полукольца. Может быть, есть другое разложение. И тогда у нас вот эта формула получится другой. и почему мы получим то же самое мюштрих. А может быть, это неверно. То есть, нам нужно доказать, что да, вот этот результат мера множества А не зависит от того, какое разложение по элементам полукольца у нас было взято. Ну, давайте тогда возьмем какие-то два разложения. Вот первое я просто переписываю по множествам ВИТ. И пусть есть еще второе разложение по каким-то ЦИТам. Их даже может быть, даже давайте я напишу ЦЖИТые, их может быть другое количество. Пусть их будет К штук. Да, где все ВИТые и все ЦЖИТые, они лежат в полукольце Сигма. И нам надо показать, что вот Мюштрих посчитанное таким образом по ВИТам и по ЦЖИТам в основном одно и то же. Ну, чтобы это доказать, давайте пересечем все пары ВИТ с ЦЖИТым. Я назову это множеством Д с индексами и ЖИ. мы пересекаем два элемента полукольца, а тогда в результате получим тоже элемент полукольца. Согласны? Да. Так, я опять вас не слышу. Алло. Наверное, вы согласны. Улучшение знак согласия. Прикол. Ага. Я тоже слышу. Так, ну, что тогда? Да, тогда давайте возьмем, ну, допустим, вот, да, первое разложение. Будем считать меру множества А как сумму мер ВИТых. Ну, а каждая ВИТ, да, вот что мы можем сказать про каждое ВИТ? Каждая ВИТ мы можем представить как объединение множеств Д и ЖИТ по всем ЖИ. Правильно? Угу. Да, то есть вот те кусочки, которые лежат в СЖИТых. Да, вот мы их все объединим, они не пересекаются, и они дадут нам ВИТ для каждого И. И тогда вот эту меру ВИТ мы тоже представляем в виде сейчас только здесь не К, здесь какой-нибудь КИТ, для каждого И, оно может быть разным. Так, и тогда вот эту меру ВИТ мы представляем тоже как сумму мер вот этих множеств Д и ЖИ. Так, что тут с индексами И от единицы до Н, а Ж от единицы до вот этих КИТых. Ну, вот смотрите, у нас двойная конечная сумма. В конечных суммах мы можем менять порядок суммирования. Да, ребят, вот в рядах это совсем не очевидно, да, в конечных суммах мы можем порядок менять. Ну, и тогда мы что сделаем? Просуммируем по Ж от единицы до Ж у нас до максимального значения К. Это вот СЖИТых К штук до К. Ну, а внутренний индекс будет И до какого-то Н ЖИТого. Да, важно, что оно какое-то конкретно мы сейчас его не высчитываем. Ну, и тогда вот это сумма. Да, это получается сумма по всем И мер множеств Д. Если мы множество Д объединим по всем И, то мы получим СЖ, правильно? Да, то есть вот такое же равенство для множеств СЖТ. Ну, и тогда мы получаем, что это сумма мер СЖТых по всем ЖТ. То есть мы получили формулу для меры множества А через разложение по множествам СЖТ. Да, по определению это ну, я не пишу, что это межтрихота, но вот да, то есть вот они равны по разложению по множествам В и по разложению по множествам С. Вот они оказались равны. Так что да, мера множества А не зависит от того, по каким множествам мы множество А раскладывали. Главное, чтобы это было дизюнтное объединение множеств из полукольца. Так, ну и последний вопрос, который здесь остался в доказательстве теоремы, это доказать единственность. Да, для доказательства единственности давайте идти от противного, да, как обычно это делают, и давайте предположим, что есть еще какая-то мера мю-2 штриха. Значит, это еще одно продолжение меры мю на минимальное полукольцо. Ну и теперь покажем, что она совпадает с мю-штрих. Значит, как мы это сделаем? Да, если у нас множество А представимой в виде дизюнтного объединения каких-то БИТых, БИТые из полукольца, да, то тогда вот это мера 2 штриха по определению меры она должна быть равна на сумме меры 2 штриха БИТых. Да, то есть вот мы сейчас не говорим, как мы ее задаем, меру 2 штриха. Мы предположили, да, что просто вот она какая-то уже задана, и по определению меры для нее должно выполняться вот это равенство. Ну, а что теперь мы можем сказать? вот эта мера 2 штриха от БИТого, БИТые это элементы полукольца, на полукольце у нас задана мера мю, да, и раз мю 2 штриха это продолжение меры, то она должна совпадать с мерой мю на элементах полукольца. Согласны? Да. Угу. И мы получаем сумму мер БИТых. Ну, а это не что иное, это то, как мы определяли меру мю штрих, да, вот мы ее так задали. И тогда любая другая мера у нас свелась все равно к мю штрих. Именно за счет того, что это продолжение меры, и за счет того, что мера должна быть аддитивна. То есть никакой другой меры быть не может. Если есть какое-то продолжение, то вот значит оно единственное. И продолжение не какое-то, да, а именно вот по этой формуле. То есть в теореме на самом деле мы сказали способ, по которому с полукольца мы продолжаем меру на минимальное кольцо над этим полукольцом. Так, ребят, вопросы? вопросы? Ну, понятно, что вот здесь аналогия с прямоугольниками. Если у нас изначально полукольцо сигма, это множество прямоугольников на плоскости, мера прямоугольника известна, ну, площадь, там, b-a на d-c, произведение длин сторон. Да, то тогда как определить меру клеточного множества? Ну, вот, пожалуйста, клеточное множество является объединением конечного числа прямоугольников, площадь прямоугольника мы знаем, ну, значит, это сумма мер составляющих его прямоугольников, мера клеточного множества. Когда мы меру Жордана определяли, мы именно так и действовали. Но только сейчас у нас получается более общее утверждение, потому что вот эти меры на полукольце, они уже могут быть любыми, то есть это не обязательно до площади в привычном нам понимании. Любая мера здесь есть. Так, ну что, поехали дальше. Еще одна теорема, она нам в дальнейшем понадобится. Давайте так ее назовем. Это называется полуаддитивность. полуаддитивность. Да, свойство аддитивности у нас есть. Оно означает, что аддитивность меры, что такое? Если множество представимого дизинутного объединения, то мера этого множества равна сумме мер его составляющих. А полуаддитивность означает, что вместо знака равно там будет неравенство. как это строго звучит. Для любой меры мю, заданной на кольце, и для любых множеств А первое и так далее, а n, то есть конечный набор множеств из кольца, верны следующие два утверждения. во-первых, если дизинутное объединение множеств АИТ содержится в множестве А, то сумма мер АИТ не превосходит меру множества А, АИТ это первое утверждение. И второе утверждение, если множество А содержится в объединении, уже не обязательно дизинутном, а просто конечном, то тогда наоборот, мера множества А не превосходит сумму мер АИТ АИТ Каждое из этих двух утверждений называется полуаддитивностью меры. Смотрите, что первое говорит. Первое говорит, что если у нас есть набор не пересекающих множеств входящих в множество А, то тогда сумма моих мер не будет превосходить меру множества А. Это раз. Ну, а второе наоборот говорит, что если это объединение является покрытием множества А, помните, мы понятие покрытия вводили, то есть объединение этих множеств содержит в себе А, то тогда мера множества не превосходит сумму этих мер. Понятно, что здесь можно взять дизинутное объединение, как частный случай объединения, но недизинутное объединение тоже подходит, потому что сумма мер будет еще больше, чем сумма мер не пересекающихся множеств. А так, что вот это условие обычно записывают для произвольного объединения. так, ну что, давайте докажем. Так, давайте докажем, но здесь у нас будет несложно. Значит, для первого утверждения мы можем так, что мы можем записать. Значит, у нас есть объединение множества аитых, которые содержатся в множестве а. Тогда меру множества а мы можем представить как, да, вот по свойству аддитивности, как меру вот этого дизинутного объединения и плюс мера ну того, что осталось, да, то есть это мера разности множества а и вот этого дизинутного объединения. Согласны? Да. Да, раз у нас кольцо, то мы можем брать разность множества и она тоже лежит в кольце. Да, вот это здесь важно, что мы имеем дело с кольцом. Ну, что получается? Вот эта мера, да, по свойству меры это сумма, да, по аддитивности мераитых, сумма мераитых. Ну, а здесь мы, нам достаточно взять просто неотрицательность. и тогда мы получаем, что мера множества а больше либо равна, чем сумма мераитых. Это не меньше либо равна? А, нет, нет, все-таки наверное... Ну, мы первое сейчас доказываем. Да. Да, в первом вот так. Так, согласны? Все нормально. Так, ну, давайте второе. Докажем со вторым чуть больше придется повозиться. вначале второе утверждение докажем для двух множеств. То есть, вот пусть у нас есть два множества один и два, потом мы по индукции можем перейти для любого конечного количества. Итак, есть два множества из кольца, и давайте рассмотрим меру их объединения. Значит, что это такое? Ну, мне нужно из объединения сделать дизюнтное объединение, да, чтобы я могла аддитивностью пользоваться. Ну, это можно сделать, например, вот так. Я возьму А1 и сделаю дизюнтное объединение с разностью А2 минус А1. Согласны? объединение множеств это дизюнтное объединение одного и разности А2 минус А1. Так, согласны? Я не слышу. Так, видимо, я просто не слышу. Сейчас. Я пытаюсь выникнуть. А, слышу, Костя. Так, вы вот про это думаете, да? Да. Тут что-то не так? Согласна, согласна. О, прекрасно. Так. Я в ник, я в ник, отлично. Да, ну, теперь мы можем, да, вот аддитивностью пользоваться, и мы тогда напишем сумму. Вот так. Ну, и что можно сказать про вторую меру? Это мера от 2 минуса 1. Да, то есть, это мера множества. Давайте, наверное, так сделаем, да, чтобы вот у нас все строго получилось. Вот если мы на первый пункт посмотрим, то если в первом пункте взять вот здесь одно множество, да, а первое, то получается, что если а первое входит в множество а, то мера а первого меньше либо равна, чем мера множества а. Да, то есть, монотонность меры получаем. И тогда вот здесь вот эта разность, она принадлежит множеству а2. Согласны? Давайте я вот так напишу. Значит, вот эта разность, она содержится в а2, и тогда по первому пункту мера вот этой разности будет меньше либо равна, чем мера множества а2. Да, по пункту 1. Ну и тогда здесь я могу поставить знак меньше либо равно меры а1 плюс меры а2. Так, без скобок. Лучше выглядит. Итак, смотрите, что мы доказали. мы доказали, что для любых двух множеств из кольца мера их объединения, не обязательно дизинутного, меньше либо равна сумме мер. Ну и теперь мы можем этот результат обобщить на любое конечное количество множества, то есть на любое конечное объединение. Я не буду это строго проделывать, а давайте так скажем по индукции. получится, что мера конечного объединения аитых меньше либо равна сумме мер. Так, ну тогда, чтобы доказать второе утверждение, нам осталось совсем немножко. Мы знаем, что у нас множество а входит в конечное объединение. Да, тогда так, тогда что я сделаю? Я напишу меру вот этого конечного объединения. я могу это представить как мера вот такой конструкции. Это множество а объединенное с чем? ну с разностью, да? Вот этого сейчас не такое. Вот такое минус а Согласны? Смотрите внимательно. Это тот же самый прием, который мы вот раньше для двух множеств применили здесь. Ну тоже для двух множеств получается множество а и вот это объединение. Эй, Так, я вас не слышу. Скажите что-нибудь. Я больше сколько люблю, да, да, все есть. Слушайте, а меня кто-то вообще слышит? Да. О, прикольно, привет. Я не знаю, кто вы. Так, а теперь мне все нравится. О, так, согласны, да? Так, ну поехали тогда дальше. Значит, да, теперь я пишу сумму. Смотрите, у нас прием один и тот же каждый раз, да, аддитивность меры. Так, и плюс мера вот этой разности. Так, 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 аиты минуса. Так, правильно? Да. я испугалась, что все пропали. Я все время боюсь, что все пропали. Так, сейчас давайте уже подходить к тому, что нам надо доказать. значит, нам надо вот это доказать. Да? Значит, что у нас есть? У нас есть вот это включение. У нас есть мера множества А. Ну, видимо, мы теперь говорим, что вот эта мера, она больше нуля, да, больше либо равна нуля. Тогда отсюда мы получаем, что мера множества А меньше либо равна, чем мера объединения. Да, то есть одно слагаемое меньше либо равно, чем вся сумма. Ну, а это, в свою очередь, меньше либо равно, чем сумма мер. Да, по вот доказанному ранее, да, вот этому неравенству. Так, смотрите, согласны какие-нибудь вопросы? И тогда я говорю, что теорема доказана. А почему в условии строго содержится? Сейчас, где, что в условии строго? Если А строго содержится в объединении аитах, почему мы не можем сделать не строго? Нет, содержится, ну, это включение. Да, оно может и совпадать. То есть включение подразумевает совпадение. А, хорошо. А, может, тогда стоит поставить включение либо совпадение, то есть снизу щипалочку написать. Но вы хотите вот такой знак, да? Да, да. Ну, не знаю. Ну, то есть здесь просто, да, вот, есть книжки, в которых пишут вот такой знак, а есть книжки, в которых пишут просто включение. И, ну, как-то вот я привыкла так писать. То есть, ну, включение, то есть, вот такое включение, оно верно. Вот. Ну, то есть, надо просто вот как-то к этому привыкнуть, и тогда необходимости вот в таком не нужно будет. так, понятно? Да, то есть, вот это включение, оно, да, оно включает в себя вот такую ситуацию. Ну, смотрите, что... Надо запомнить. Ну, а вы вот... А вы вот с этим? я тоже включу с равенством. Я всегда думала, что А включение А это ложь. Ну, ладно. Да вы что, Костя? Когда я увидела равенство, тогда я вот тоже начала думать, что А включение А это ложь. Костя, ты не один такой. Так, ага, то есть, только я понимаю вот так вот. Нет, это странно. Я тоже тоже. Это, наверное, связано с каким-нибудь примером, типа, два меньше двух это ложь, что-то типа этого. То есть, такие аналогии. Ну, то есть, само множество является своим подмножеством. Это, это верно. Ну, это да. Хотя, это зависит от определения, поэтому, возможно, так верно тоже. Ну, то есть, мне просто вот этот значок непривычен, поэтому я как-то не хочу его писать, я боюсь, где-то его написать неуместно. Вот. Ну, давайте тогда так договоримся, да, если какие-то ситуации спорные, то вы просто задавайте вопросы, да, чтобы все было понятно. В общем-то, для этого мы и собираемся, да, чтобы вот обсуждать. Ну, вот, да, если так немножко сказать, зачем эта теорема нужна, да, вот у нас получается два вот таких неравенства, и эти два неравенства, они с разной стороны оценивают меру множества А. И вот дальше, когда нам нужно будет доказывать, допустим, счетную аддитивность, да, у нас тут будет, да, вместо n будет бесконечность, то есть будут счетные, там, какие-то суммы, счетные объединения, то для доказательства равенства меры множества А чему-нибудь, ну, например, сумме ряда, мы будем обычно доказывать вот два отдельных неравенства, что мера больше либо равна чего-то, и что мера меньше либо равна того же самого, да, и тогда вот из этих двух неравенств будет следовать одно равенство, да, то есть вот полуаддитивность, она обычно именно так и используется, то есть ее применяют два раза, вот с разных сторон. Так, значит, это немножко о том, зачем нам это нужно. Так, ну, поехали дальше. Значит, вот еще одно понятие, о котором нам нужно немножко поговорить, это как раз счетная аддитивность или сигма-аддитивность. Давайте заголовок. Счетная аддитивность. меры. Вот она же есть. Мне кажется, экран завис. Тебе не кажется. Так, ну давайте сразу скажем определение. Алло. А нас опять не слышно. Что мы будем понимать под счетной аддитивностью. Да, кажется, пишет. Мера Мюл. У меня экран застыл. Определенная на системе какой-то сигма, на системе множеств, называется сигма-аддитивной. О, разве есть? Алло. Если для любых множеств Так, меня не слышно. Безобразие. Слышно. Если для любых множеств вы сказали. Или вы не слышите? Я не то написал, черт. Так, а теперь Да. Так и теперь. Я не то написал, я хотел сказать, что вы нас не слышите. Так, теперь я не слышу. И экран зависает. Скажите еще что-нибудь. Алло. Так, сейчас. Алло. Эй! Да слышу, слышу. Вот я плохо вас слышу, как-то пропадает звук. Так, видимо, надо заканчивать. Так, меня опять не слышно, да? Вас. Теоремку про сигма-аддитивность доказать, и все, наверное, мы тогда на этом закончим. Так, ну давайте, да, вот как-то напряжемся, и чтобы у нас логическое было завершение. Так, определение, да, значит, сигма-аддитивность, мера называется сигма-аддитивная, если для любых множеств А, А1, А2 и так далее, их там может быть бесконечное количество, но важно, что они, да, что оно счетное, значит, это все множество из сигма, и таких, что множество А представимо в виде дизъюнтного объединения, да, но уже счетного количества, множество, верно, то, что мера множества А является суммой мер множества Итых, но эта сумма уже счетная, то есть это сумма ряда, то есть этот ряд должен быть сходящимся, чтобы вообще мы могли об этом равенстве говорить, ну, вот если это так, то тогда мера называется сигма-аддитивной или счетно-аддитивной. Так, скажите что-нибудь, Алло. Счетная аддитивность. Я не слышу. Конечная аддитивность. А, да, в общем, как-то у нас, как-то у нас сегодня не задалось. Так, 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 значит, теорема, теорема следующая. Теорема говорит о том, что если мы возьмем меру на полукольце, которая является сигма-аддитивной, то ее продолжение на минимальное кольцо тоже будет сигма-аддитивно. Итак, если мю является сигма-аддитивной мерой на полукольце сигма-аддитивной. нас слышите? То ее продолжение ясно. На минимальное кольцо над сигмой тоже тоже сигма-аддитивно. Сигма-аддитивно. Кость, можешь так не делать? Простите. Алло? Да. Так, наконец-то я кого-то услышала. Так, ну давайте теорему докажем и на этом закончим. Так, понятен смысл теоремы? То есть, если мы с полукольца продолжаем сигма-аддитивную мерку, то вот эта сигма-аддитивность, она сохраняется и на минимальном кольце. Так, ну что ж, давайте возьмем какое-нибудь множество А из минимального кольца. Ну и, да, вот мы уже этим пользовались. Тогда найдутся такие множества B, ну давайте BN-ные, тоже из минимального кольца, такие, что А представимы в виде их дизинутного А, сейчас, нет, я плохо сказала. Мы просто, не обязательно они найдутся, мы просто берем такие, да, А и множество BN-ные. то есть рассмотрим, да, вот такие множества, да, и такие, что А является дизинутным объединением множеств BN-ные. Да, то есть вот это наши условия, да, у нас есть такая ситуация. так, ну тогда, что я точно знаю, раз у меня А, это множество из минимального кольца, то я могу его представить как объединение конечного числа множеств из полукольца, да, то есть вот теперь уже найдутся такие А, давайте, А-житые из сигмы, такие, что множество А представимы в виде конечного объединения А-житых. Ж от единицы до К. Так, ребят, согласны? Так, не слышу. Скажите, что я думаю. Да, алло. Итак, вот это почему? Потому что А-это элемент минимального кольца, да, все элементы минимального кольца представимы в виде конечных дизюнтных объединений элементов полукольца. То есть это то, как строится минимальное кольцо. Так, и БН-ные. БН-ные у нас тоже элементы минимального кольца. Значит, для каждого БН-ного у нас найдутся набор БН-итых из полукольца. А так, что БН-ные представимы в виде объединений БН-итых, где И от единицы до какого-то КН-ного. От Н зависит их количество. То есть вот это просто по способу построения минимального кольца. Так, ну что теперь сделаем? Давайте теперь пересечем вот всевозможные пары. Пересечем А, Ж, Т с каждым БН-итом. Так, я это обозначу С, ну получается с тремя индексами Н и Ж. Окей? Так, я не говорю. О, ага, звук появился. Так, ну и смотрите, да, что теперь понятно, мы теперь подставим это вот в это разложение для множества А. Да, тогда множество А. Сейчас, давайте, наверное, в начале вот это Ажитое Ажитое запишем. Ажитое как у нас раскладывается? Это будет объединение всех С-шек по индексам Н и И. Согласны? С-Н Итых по Н. Н у нас меняется как? Н у нас там счетное количество бесконечное, а И у нас конечное количество и меняется от единицы до КН. Согласны? Посмотрите, пожалуйста. У меня множество А. Это счетное объединение БН. А каждое БН я могу записать как объединение БН Итых. Да, БН Итые это объединение С-шек. Но из всех объединений я выделю те, которые соответствуют индексу Ж. Сейчас, у меня куда-то индекс Ж делся. Он еще здесь должен быть. Вот так. Смотрите внимательно. Согласны? То есть если еще третье объединение взять по Ж, то я получу все множество А. А так я выделяю ту часть, которая соответствует индексу Ж. По Н у нас счетное объединение, потому что мы должны по всем БН пройтись. А у каждого БН у нас объединение по И берется. То есть вот это внутреннее объединение даст нам А. Нет, у нас такого нет обозначения. Ладно, неважно. Так. Ну, что тогда? Тогда я теперь хочу записать меру А. Житого. У меня все А. Житые, они из полукольца. Да, я знаю, что наша мера, она сегмодитивна на полукольце. Да, вот исходная мера. И тогда я могу к ней применить вот эту сегмодитивность. Да, раз у меня здесь счетное дизюнтное объединение, то это будет сумма мер вот этих множеств. сумма по n, а здесь объединение по i. Значит, вот это так как давайте сюда напишем. Так как мю сегмодитивна на полукольце. ребят, согласны? Эх, опять я не слышу. О, слышу, прекрасно. А, как так? Ну, у нас ожитое, оно из сигмы. Лола, ты меня не слышишь на видео. Да, Костя, я вас не слышу. В смысле, я вас слышу. Вы меня не слышите. Я вас слышу. Ура. Так, и так сложный материал, а тут еще и у нас со звуком, да? Ой, кошмар сплошной. Так, ну ладно, чуть-чуть осталось. Так, так, так. Значит, да, вот это мы применили сигмуадитивность. А теперь мы применим просто обычную адитивность. Да, и вот здесь получим, да, еще одну сумму, но она уже конечная. Она не страшная. Значит, по И от единицы до КН-ного мера С, Н, и Жи. так. Согласны? Угу. Угу. Так, ну, хорошо, это с одной стороны. Это у нас мера Ажитова. Так, а теперь давайте перейдем к мере множества А. Это уже мюштрих. Да, у нас множество А из кольца уже, да, из минимального кольца. На нем меру мы обозначаем мюштрих на кольце, да, то есть это продолжение меры мю. Что тогда мы знаем? Тогда у нас по определению, да, вот продолжение меры на минимальное кольцо мы должны написать сумму. Значит, вот у нас множество А представимых в виде дизинутного объединения элементов полукольца, меры мюштрих это сумма мер множеств Ажитая. Сумма конечная. Живи от единицы до К. И теперь у меня получается сумма, да, сейчас вот страшная будет запись, сумма рядов из сумм. Как вам такое? Ой, когда бесконечность во внутренней сумме. Ну, здесь важно, что у нас внешняя сумма конечная. У нас внешняя сумма конечная. И что тогда получается? То есть у нас К штук вот таких рядов. Да, внутри тут тоже, да, сумма, но это уже как бы, это уже совсем мелочи. Да, но у нас получается вот сумма из К вот таких рядов. Каждый ряд сходится, да, потому что это есть мера Ажитова. так, и что мы здесь можем сказать? Нам теперь нужно выделить, мы что хотели доказать, давайте вспомним. Значит, мы хотели доказать, да, что у нас вот для множества А вот такое разложение есть, и нам надо доказать, что мера множества А это есть сумма мер Б Н-ных. Вот тогда вопрос, как выглядит мера одного Б-Н-ного? Да, вот отсюда, сюда давайте мы отдельно запишем, таким вот синеньким. Да, у нас Б-Н-ное это вот это объединение, сюда мера тогда Б-Н-ного это есть сумма мер Б-Н-И-тых на сумма по И, А сейчас А сейчас правильно? Так, или опять не слышно? Алло? Да, меня слышно? Да. Ура. Так. Так. Ну, а каждая вот эта вот мера Б-Н-И-того, да, давайте ее распишем. это будет сумма, где у нас Б-Н-И-тэ? Вот он, сейчас, А, мы нигде не написали, да, надо где-то написать, да, вот мы для А-Ж-того написали такое разложение, для Б-Н-И-того мы тоже его можем написать. Б-Н-И-тэ, это сумма по всем Ж, да, сумма по всем Ж, так, Ж у нас меняется, да, тут будет двойной, ну, какой-нибудь Л-Н-И-тэ, вот этих С-шек, Н-И-Ж, согласна? Вполне. Ну, и тогда сюда вот мы эту сумму допишем по Ж, от единицы до Л-Н-И-того, мер вот этих С-шек. Сумма, это что такое? Резинкное объединение? Ой, слушайте, да, ну вот, вообще безобразие. Спасибо. Конечно. Это дизинкное объединение. Да, а здесь уже честная сумма, сумма чисел. Так, ну вот теперь вот эту сумму мы должны увидеть вот в этой тройной сумме. Да, то есть если мы начнем складывать меры множеств в Ц-Н и Ж-Т, да, сложим их по всем Ж и по всем И, да, то, ну, грубо говоря, да, мы вот знак бесконечного суммирования, мы его выносим наружу, да, то есть мы из сумм каридов делаем один ряд из двойных сумм, и каждая двойная сумма даст нам меру множества БН. и тогда вот здесь я могу перейти к к счетной сумме мер БН. Вот, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Согласны ли вы с этим? То есть мера каждого БН-го это есть двойная конечная сумма. Фактически К это ЛНИ? Нет, нет, сейчас это не ЛН, это ЛНИТ, это есть К. Нет, ЛНИТ, оно разное для разных НИИ, то есть количество может быть разным для разных НИИ. Тогда переход не очень понятен. Переход вот этот? Ну, да. Ну, то есть когда я вот эту сумму вношу внутрь, у меня вот это количество, оно может, ну, оно становится от Н зависящим, то есть оно может быть разное для разных Н, поэтому оно будет как-то коррелировать вот с этим ЛН. Ну, да, я об этом, я об этом, да. То есть это просто, ну, то есть нам не важно, да, нам важно, что оно всегда конечное, а там, если оно меняется, то это не принципиально, их там 3 или 5 становится, это уже не важно. Важно, что оно не станет никогда счетным. Да, здесь важно, что вот эта внешняя сумма, что она конечная. что если здесь был бы ряд, то мы бы уже не могли так просто внести его внутрь. Так, еще вопросы. Значит, что мы доказали? Мы доказали, что если на полукольце, да, то есть самая вот исходная, самая простая мера, если она сигма-аддитивна, то тогда ее продолжение тоже, ее продолжение на минимальное кольцо тоже будет сигма-аддитивным. Да, то есть теперь мы можем, то есть вот сигма-аддитивность, она важна. Да, вот мы видели на примере меры Жордана. Вот мера Жордана, она не является сигма-аддитивной, да, потому что, ну, мы с вами строили пример, да, там было счетное объединение кружочков и это множество было неизмеримым. Но хочется, да, вот иметь возможность складывать счетное количество мер, да, то есть объединять счетное количество множеств и, да, вот при этом складывать меры этих множеств. Вот это называется сигма-аддитивность. И сейчас мы сказали, что вместе с продолжением меры продолжается и сигма-аддитивность с полукольца на минимальное кольцо. В следующий раз мы с вами уже будем дальше продолжать меру. Мы возьмем меру на кольце множеств и будем строить ее продолжение на более широкий класс множеств, ну, так называемые измеримые множества или измеримые по либегу. Да, ну, вот я думала сегодня это начать, ну, как-то вот с такой связью. Давайте лучше тогда в следующий раз. Так, ребят, вопросы? Тогда мы прощаемся до следующего вторника. Конспект я сегодня выложу. Следующий вторник, наверное, тогда подольше сделаем, вот, чтобы мы ну, как-то двигались вперед. Так, окей? Все тогда? Всем спасибо. Кто типа Вики еще не сделал, высылайте, вопросы по контрольной пишите. Все тогда на сегодня прощаемся. все.